здравствуйте здравствуйте мы находимся между варшавой и берлином и притом заметно ближе берлину чем к варшаве я смотрю вокруг и не вижу здесь ни одной березы ни одной церкви вижу здесь еду которая надо есть руками и это хороший повод для того чтобы поговорить о западе до о западе и у русских западниках я начал как бы иронизируя но на самом деле ведь тезисы достаточно традиционные хотя и сгущены до какой-то может быть комической до невозможности но все-таки мы хотели поговорить о герцене да и я бы хотел как раз обсудить этот вопрос что такое русское западничество да ведь она же не сводится только к этому что же действительно такого они увидели в западе настолько привлекательного настолько значимого для них что это стало основой их мировоззрения их идеологии но ведь характерно что мы заговорили о западниках и сразу после этого возник герцен причем как часть западничества хотя стоит отметить что герцена в тот момент когда он становится герцена он как раз не является западником вся короткая история западничества по большому счету укладывается в промежуток между 1841 и 1847 годом в то время как герцен тот которого мы знаем это письма с авене марине это письма из франции и италии дальнейшие из этого выросла целая книга это герцена начала пятидесятых годов и собственно рубеж такого зрелого герца 1655 год тот момент когда герцен формулирует свой специфический взгляд на россию и на запад и когда речь идет о неком варианте русского социализма который он и создает что многими будет воспринято из достаточными основаниями из-за был бывших единомышленников как обращение своего рода славянофильство забавная история о том что герцен был западником герцен западник это одно точнее да и герцен на западе это совсем другое то есть герцен был западником до тех пор пока он не попал на запад и в тот момент когда он попадает на запад он как раз западником быть перестает и вот эта история на мой взгляд очень показательно потому что находясь в россии герцен да является западником но попав на запад оказавшись во франции в германии он внезапно обнаруживает что быть европейцем вообще не получится нигде нет просто западников западники такой чисто русский феномен, нельзя быть европейцем, а можно быть французом, немцем, англичанином, и в этом смысле для того, чтобы быть одним из, для того, чтобы быть таким, как, например, французы или немцы, необходимо как раз быть русским. И в этом смысле, кстати, очень любопытно, я думаю, иллюстрирует наши заказы, да, то есть и то и другое абсолютно не русская, не русская история, но при этом абсолютно две разные истории, да, то, что мы заказали в этой придорожной харчебне. Да, и тем самым оказывается, что западность, европейскость, это не некая модель, которую можно воспринять, вернее, ее всегда можно воспринять, только находясь за пределами запада, если угодно, это такая колониальная модель отнесения себя к другому, где ты по отношению к своему пространству, например, русскому пространству, позиционируешь себя, как не находящегося в нем, ты имеешь право судить его из некой позиции извне, ты здесь, но ты являешься критической инстанцией по отношению к данному месту. Собственно говоря, в тот момент, когда ты позиционируешь себя, как западник, когда надеваешь пробковый шлем, стек, и, следовательно, можешь оценивать всю остальную аудиторию, как аудиторию аборигенов, подлежащих твоей оценке, но в тот момент, когда ты оказываешься сам в том самом сообществе, к которому ты себя относил, проблема уже не в том, чтобы презентировать это сообщество по отношению к своей прежней группе, а в том, чтобы стать кем-то в этом самом сообществе, а стать кем-то ты можешь только будучи кем-то, имея позитивную характеристику, потому что никакой ценности твое отнесение к данной группе само по себе не имеет. Поэтому, если характерная, наверное, история, я сейчас не вспомню где, но реакция европейцев на Тургенева, да, который, можно сказать, ну уж более европейского персонажа вообще сложно найти, но буквально вот по переписке, по каким-то таким воспоминаниям я точно помню, что для европейцев Тургенев всегда оставался таким русским, ну медведем, не медведем, но абсолютно русским человеком, который, да, великолепно осведомлен в европейских делах, европейской литературе. Ну это вполне логично, потому что их интересует другое, фигура Тургенева привлекательна, как фигура-посредник, он представитель какого-то другого мира, какой-то другой реальности, который при этом способен говорить на том же языке, что его собеседника, который способен быть проводником в эту самую реальность, но его интерес, разумеется, не в его принадлежности к французским, например, реалям, а в том, что он может, например, во французской культурной среде сказать о другом, как раз о русском мире. Давайте вернемся к Герцену, и я бы хотел вот какой вопрос обсудить. Для меня Герцен фигура, вот если говорить о личности Герцена, во-первых, очень привлекательная, я действительно считаю его одним из самых глубоких русских мыслителей, и очень трагическая, трагичная, я бы так сказал, да, ну по биографическим каким-то историям, по внутренней эволюции. Для меня Герцен это человек, который имел смелость быть последовательным, да, притом быть последовательным даже тогда, вот если вспомнить его отношение к польским делам, да, когда эта последовательность могла выйти ему боком и с одной и с другой стороны. Если угодно, я тут и соглашусь, и не соглашусь, да, быть последовательным, но последовательным в отношении чего? Ведь не в отношении принципов, не в отношении идей, он был последовательным в отношении себя самого. Вот, именно это. И стало быть, если угодно, да, у Руслана Хистанова есть совершенно прекрасная работа о Герцене, где прекрасен уже сам заголовок. Импровизация против доктрины. Вот Герценовский принцип, это принцип импровизации, где непоследовательность возведена в принципе, где главное, что акцентирует Герцен, например, в споре с Чечериным, когда Чечерин упрекает Александра Ивановича Герцена в 58-м году в том, что его принципы оказываются гибельными для российской политики, что он дурно влияет на молодое поколение и так далее. Герцен, отвечая Чечерину, отвечает очень интересно, и здесь он проговаривает саму суть себя. Он говорит, что я всегда был честен, я всегда говорил то, что я думаю. Поразительным образом оказывается, что Герцен и Чечерин вообще говорят на разных языках. Если Чечерин говорит об ответственности, говорит о результатах проповеди Герцена, Герцен говорит, но я нигде не изменил себе, я всегда говорил то, что думал в данный момент. Логика ответственности здесь разная. Для Чечерина это логика ответственности перед неким сообществом, которое принадлежит, для Герцена это логика ответственности по отношению к себе самому. Он боится изменить себе, для него это главная утрата, и, соответственно, принцип ответственности это оставаться честным перед собой. И еще один тоже, мне кажется, важный вопрос или аспект выйти к Герцен, о котором действительно сложно что-либо выделить, именно потому что вот этот его антидогматизм, это попытка, это стремление не превратиться в догму, не предать себя. Оно приводит к тому, что Герцена довольно сложно систематизировать, бывает концептуализировать, выстроить какие-то ключевые идеи на протяжении всего творчества отчасти. Я бы сказал, что он принципиально не систематизируем. Мы можем осуществить систематизацию Герцена в тот, момент, когда мы его убьем. Само движение мысли Герцена, это постоянная постановка под вопрос, движение условий. И в этом смысле как раз характерно, что он ведь не укладывается ни в какой лагерь. Он одновременно... Да, мы начали с того, что он западник, но при этом в самом западническом лагере он специфичен. Потом он становится проповедником русской особенности, но при этом он опять же не является словнофилом, потому что он говорит, что словнофилы ищут русскую особость в прошлом, а он ищет ее в будущем. То есть он всегда избегает того, что мы называем систематичностью, потому что систематичность для него, это когда ты оказываешься в рабстве от собственного образа, в том числе и от собственной мысли, когда оказывается, что тобой раз подуманное, затем оказывается уже немыслимым и висит над тобой. Но тогда, да, мне просто особенно интересно, в силу моих профессиональных историко-философских интересов, мысли Герцена об истории. Ведь это же отдельный такой очень любопытный сюжет, тоже неоднозначный, наверное, в истории и в своей жизни рассматриваемый. Давайте его обсудим. Вот Герцен и история, взгляд Герцена на историю. Но ведь у Герцена, если говорить о взгляде Герцена на историю, то ключевой момент это как раз наличие смысла в истории. И для Герцена ведь ключевой тезис о том, что история в принципе смысла не имеет. Нет никакого смысла, который дан истории извне. Он может быть только задан человеческим действием. И, соответственно, оказывается, что с точки зрения всеобщей перспективы история бессмысленна. Ни одно действие не является действием обеспеченным. Мы создаем смыслы. История не путь, а скорее ковёр, который сплетён. История ковёра, что самое главное, что в конечном счёте мы можем сказать, что да, любое действие бессмысленно с финальной перспективы. Потому что всё закончится тем, что мир в целом бессмысленен. Солнце погаснет, жизнь прекратится, все мы умрём, и никакого другого смысла за пределами нашей жизни не существует. Но, следовательно, смысл существует в самом моменте действия. Смысл находится не по ту сторону действия, а в самом действии. И, следовательно, получается, что мы возвращаемся к вопросу об ответственности. Здесь не случайно пересечение. Когда Герцен говорит о верности самому себе, то это единственный способ для Герцена вообще сохранить смысл в истории. Потому что, когда ты предаёшь себя, ты на самом деле... Единственное, что у тебя есть на самом деле. Более того, единственное, что вообще имеет смысл в человеческом существовании. Потому что тогда ты оказываешься предан иллюзии. Ты делаешь ставку на что-то, что будет за пределами данного действия. Ты делаешь ставку на что-то, что ты обязательно должен трансцендировать. Ещё один такой вопрос, больше, наверное, такой уже к истории восприятия Герцена. У меня действительно очень схожие ощущения от Герцена. Неоднозначности его, сложности, незаданности ответов. Он действительно очень сложный, очень пластичный, очень недогматичный мыслитель. И в этой связи меня всегда интересовал тот культ Герцена, который буквально не так давно ещё у нас существовал. И в историографии, и в литературе, и вообще во всей нашей культуре. Я понимаю, что мы... Ключевая фигура дворянского революционного движения. Да, я понимаю, что мы говорим для нас с вами очевидные вещи. Но вообще-то вот откуда это? Для тех, кто помладше, давайте это объясним. Тут большое спасибо Владимиру Ильичу Ульянову, Ленину, который на 100-летний юбилей Герцена написал статью, где знаменитая фраза о декабристах, которые разбудили Ленина. Нет, 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 стоп, нет. Декабристы разбудили не Ленина. Герцена. Герцена. Герцен разбудил, Герцен зазвонил в колокол. Давайте восстановим последовательность. И дальше, соответственно, мы переходим к фазе разночинического революционного движения. Которое, в конце концов, видимо, как-то... Переходим к пролетарскому. Пробудило Ленина от догматического сна. Если угодно, то, вообще говоря, это довольно проходная статья Ленина, и для ленинской мысли Герцена особого значения не имеет. Это редко цитируем автор, с его текстами он знаком не особенно глубоко. Естественно, так как Ленин хорошо знает историю русского освободительного движения, русского революционного движения, то все базовые работы Герцена ему известны, но Герцен это не очень близкий автор. Но, тем не менее, в 1912 году он пишет эту обязательную статью, и она легитимирует Герцена в последующем советском мире. Потому что у меня было четкое ощущение, что я, зная Герцена, мог бы и не быть канонической фигурой. Да, и тем самым он становится спасительной отдушиной для советской мысли, когда советские историки, советские философы сбегают Герцена, как затем в 70-е годы они будут сбегать декабристов. Потом в раннего Маркса они будут сбегать. Да, превращая вот это пространство в такое дозволенное, дозволенную иную советскую реальность, иную реальность советской мысли. Ну и на том ему спасибо. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok